вот такого качества звезда получается хороший конус и данный патрон я снарядил на прессе сварок я думаю сегодня будет интересное видео в котором мы сделаем обзор нового пресса снарядим патроны ну и давайте начинать хотел бы поподробнее остановиться на прессе он не так давно ко мне приехал сам пресс предназначен для снаряжения гладкоствольных патронов в моем случае 12 калибра но и производителя сварок такие прессы производятся и для 16 и для 20 калибра этот пресс производит такие манипуляции как декапсуляция капсуляция обжатие гильзы и закрытие патрона способом звезда это у свароку уже вторая версия пресса немножко доработанная и выпускается нам в двух комплектациях первая комплектация отличается тем что у нее матрица для закрытия патрона звездой она способна его закрывать за одно движение но такое такая комплектация актуальна только если вы снаряжаете встреленные гильзы я снаряжаю еще и в новую поэтому я выбрал вторую комплектацию потому что по скорости она особо отличаться с первой не будет теперь про материалы пресса он полностью металлический все детали которые подвержены нагрузке сделаны из стали детали на которые вообще нагрузки никакой особо нет они выполнены из пластика для того чтобы уменьшить общий вес изделия на верхней и нижней площадке установлена декоративная такая вставка больше для какого-то внешнего вида рукоятка деревянная лакированная с фирменным логотипом сварок и движение пресса очень мягкая плавная все благодаря тому что установлены подшипники ну и перед началом снаряжения пресс нужно зафиксировать на какую-нибудь устойчивую твердую поверхность моем случае я использовал вот такую фанеру полтора сантиметра размерами 30 на 40 и закрепил на 4 винта в отверстие которые уже предусмотрены на прессе зафиксировал я винтами размером 5 на 60 в комплекте они не идут покупал их отдельно я думаю пресс теперь установлен плотно прочно надежно никуда двигаться он не должен сам пресс сделан по такому барабанному типу у него имеются там порядка 6 постов и проводя гильзу через них в оконцове у нас должен получиться готовый патрон ну и давайте приступим к снаряжению патрону сегодня буду снаряжать встреленные гильзы это вот гильзы главпатрон они уже используются не первый раз ну и первый пост он предназначен для декапсуляции и обжатия гильзы я не знаю может какие-то охотники не знают но при выстреле вот донцы гильзы раздувает и для того чтобы гильза стрелянная в новом патроне работала хорошо и не доставляла никаких проблем геометрию нужно восстановить поэтому устанавливаем в пост нажимаем тем самым у нас произошла декапсуляция и обжатия все стрелянные капсуля они попадают вот этот лоток очень удобно не нужно собирать и где-то на столе потому что бывает такое что он куда-то улетает и его потом ищешь следующий пост это капсуляции гильзы устанавливаем капсулю на место устанавливаем нашу гильзу и нажимаем все гильза закапсулирована и готова к дальнейшему снаряжению если у вас капсуль проваливаются в гильзу это значит что посадочное место оно разношено и для того чтобы капсуль туда плотно вставал можно одеть гильзу не устанавливать капсуль и с небольшого расстояния при ударить тем самым донный пыж немножко развальцевался и капсуль должен вставать плотно следующий пост состоит из навойника который полый внутри сверху воронка и поживой проводник через которые мы сегодня снарядим патроны в пластиковом пыш контейнере и древесно-волокнистом посмотрим как все это удобно будет устанавливается ну устанавливаем сюда гильзу меряем порох здесь на этом прессе нет никакого дозатора хотя я видел как умельцы на просторах интернета делают на 3d принтере дозаторы по типу лилоуд куда сверху устанавливаются две бутылки в одну засыпается порох другую дробь и при нажатии что порох что дробь засыпает это удобно это быстро все это меряется объемным методом но в нашем случае этого нет будет будем мерять при помощи вот этих весов которые у меня уже на самом деле очень сильно подвешивают их неточностью но принципе для снаряжения сокола они подойдут но они капризные их нужно устанавливать на ровную поверхность где-то чуть чуть при нажали они уже свои значения меняют поэтому если вы начинающий релоудер хотите себе качественные весы если вы снаряжаете особенно там нарезные патроны то крайне не рекомендую их можно приобретать только там в крайней в крайних случаях снаряжаем патроны взвешиваем сокол про рецепты сегодня особо говорить не буду просто хочу продемонстрировать именно как работает пресс нажимаем на пресс через воронку досыпаем порох и первая гильза у нас будет с пластиковым пыш контейнером через уже как я говорю пыжевой проводник очень удобно вставлять эти пыжи все достаточно легкого нажатия и пыж у нас установлен часто бывает проблема установки пыжей именно в стрелянные гильзы потому что края неровные и установить его не всегда получается сразу легко бывает нужно немножко помучиться здесь же вообще проблем никаких нет просто вставил и нажал во второй патрон будем устанавливать пыжи древесно-волокнистые войлочные вот как они устанавливаются вставляем прокладку на порох легким движением все это устанавливается вообще без без каких-то проблем подбирайте только свое количество пыжей и сверху прокладка все пыжи установлены засыпаем дробь точно так же как и порох засыпаем сверху через воронку взвесили дробь и насыпаем единственный нюанс при снаряжении чтобы у вас качественно и хорошо закрылась звезда это нужно чтобы у вас расстояние от снаряда до края гильзы было примерно 11 миллиметров вот в комплекте с прессом есть вот такой мерник промеряем патроны убеждаемся что расстояние достаточно и гильза у нас должна закрыться качественно это у нас 4 пост где пластиковая матрица которая формирует первоначальный шалашик пластиковая на потому что нагрузки никакой нет и пластик не повреждает края гильзы здесь установлена метка эта метка должна попадать именно на край сгиба устанавливаем нажимаем и вот такой шалашик у нас должен получиться дальше нужно будет использовать вот такую опорную втулку она служит ограничителем хода матрицы предназначена для того чтобы гильза не заминалась данная втулка регулируемая и расстояние от края гильзы до втулки должно быть 26 с половиной миллиметров это для 12 калибра одеваем ее на гильзу и 5 пост он формирует края будущей гильзы вот так он должен выглядеть ну и финишный пост который закроет наш патрон звездой видите нажимаю и матрица упирается втулку вот такой патрон получился вот такое качество гильзы конус если конус вам кажется маловат хотите его более выраженный сделать то можно его вернуть без втулки на 5 пост немножко придавить тем самым конус будет более явный сейчас можно повторить может для кого-то будет интересно формируем первоначальный шалашик формируем края гильзы и закрываем вот такой результат такие патроны будут без проблем работать в любом полуавтоматическом ружье данная опорная втулка она не обязательно если вы уже набили руки чувствуете вот момент усилия можно ее не использовать но я вот тут тоже поверил свои силы перестал ее использовать и вот получаются такие нюансы теперь хочу сказать пару слов о прессе пресс мне понравился все сделано качество и работать на нем удобно по сравнению с упс обычным где у вас все матрицы где-то лежат на столе здесь все таки удобнее тем что они закреплены уже на прессе и нужно искать просто подставляете гильзу под нужный пост рычаг здесь длиннее поэтому усилий требуется гораздо меньше единственный нюанс это все таки заключается в том что нет дозатора все также приходится взвешивать на весах соответственно тратить на это время если производитель в будущем произведет какой-нибудь такой дозатор то скорость снаряжение патронов возрастет в разы еще один нюанс это в размере этого пресса если упс не может куда-то там в любую полочку залезть то хранить уже такой пресс вот с такой уже подставкой может не каждый найдет место но я думаю все таки это не такая существенная проблема и если вы снаряжаете большой объем патронов для пострелушек там для охоты там на водоплавающий где просто колоссальный расход патронов то с таким прессом будет снаряжать только одно удовольствие каких-то замечаний в дальнейшем я не выявил если что-то и будет то обязательно расскажу если у вас появились какие-то вопросы пишите их в комментариях пишите мне в группе вконтакте я всем постараюсь ответить а у меня на этом все всем пока